Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели мира Белогорья. Гости студии «Знающие люди» — это люди, знающие ответы на вопросы, с которыми в жизни мы сталкиваемся очень и очень часто. Сегодня предлагаю провести родительский всеобуч и поговорить о том, какие меры поддержки семьи с детьми есть в Белгородской области. Гость нашей студии — начальник отдела демографической и семейной политики Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области Светлана Гайворонская. Здравствуйте, Светлана Александровна. Здравствуйте, Елена. Огромное спасибо за приглашение принять участие в вашей программе. С удовольствием отвечу на вопросы наших телезрителей. Согласно статистике, Светлана Александровна, в Белгородской области каждый день рождается 50 младенцев. Ну, в какой-то день меньше, в какой-то день больше, но в среднем 50. А вот смотрите, в Курской области в день рождается примерно 27 детей, а в Орловской — 18. Вот скажите, вот это достаточно высокий процент рождаемости в Белгородской области — это случайность? Ну, скорее, закономерность. Вы знаете, в Белгородской области вопросам семейной политики уделялось и уделяется на сегодняшний день огромное внимание. Именно поэтому на протяжении ряда лет у нас реализуется масса программ, которые так или иначе стимулируют рождаемость. Дело в том, что если говорить о цифрах, то только за 2012 год у нас на Белгородщине родилось почти 18 тысяч малышей. А это на 5,5% больше, чем предыдущий год, чем в 2011 году. Если говорить о показателе рождаемости, он у нас достаточно высокий и составляет 11,7. Что касается других таких цифровых показателей, у нас ежегодно растет количество детей, рожденных вторыми и третьими. У нас, к примеру, увеличивается количество многодетных семей. Только за прошлый год число многодетных семей и число детей, воспитывающихся в этих семьях, возросло на 8%. Поэтому, естественно, эти цифры говорят о том, что это не случайность. Спасибо. Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 58-44-00. Звоните. Сегодня напоминаю, тема нашего эфира – это «Как сделать так, чтобы в Белгородской области каждая семья захотела стать многодетной». Звоните, мы ждем ваши предложения. Не только вопросы, но и предложения на эту тему. И на нашем сайте, кстати, вы тоже можете прямо сейчас зайти на сайт мирбелогория.ру в разделе «Знающие люди» оставить свои предложения либо вопросы. И вот, Светлана Александровна, одно предложение такое поступило 25 февраля от Екатерины. Мне оно очень понравилось. Послушайте. Здравствуйте. Хочу поделиться своими наблюдениями. В Ярославле стены женских консультаций увешаны позитивными фотографиями малышей. Причем мамы, откликаясь на просьбы врачей после рождения, сами приносят эти фотографии в поликлинику. А у нас старые вывески на старых ватманах с информацией о том, как вреден аборт женскому здоровью. Может, стоит перенять позитивный опыт ярославцев? Вы знаете, спасибо большое человеку, который оставил такое обращение. Очень поддерживаю. Почему? Потому что, естественно, площадь женской консультации, как и любого медицинского учреждения, она должна быть оформлена позитивно. Внести, во-первых, какую-то информационную, иметь какую-то информационную нагрузку, но одновременно и создавать позитивное настроение позитивное у пациентов. А тем более женская консультация. В это учреждение приходят либо беременные женщины, которые ожидают ребенка, и для которых позитивные нотки очень важны, либо мамочки, у которых есть дети. Поэтому, конечно же, вот это предложение я абсолютно поддерживаю. Есть возможность, наверное, у нас воспользоваться этой идеей и перенять эту идею. Единственное, только что думаю, ну это мое мнение, да, что размещение фотографий детских, это нужно делать, конечно, только с согласием мамочек, если они согласны. Письменное согласие мамочек, да. А так, безусловно, ведь любая детская улыбка, ведь любое какое-то изображение ребенка не может оставить равнодушным никого. Ну, я думаю, что вы должны взять это на заметку и как бы выйти на заведующих поликлиник, вот тоже с таким предложением. Телефон прямого эфира 58-44-00. А у нас есть первый звонок. Здравствуйте, мы рады вас слышать. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Нам говорят, рожайте. Многодетные семьи сейчас, ну это по большому счету семьи бедные. У нас сейчас это воспринимается как синоним. На самом деле это действительно так. Я сама мать троих детей. Не работаю уже пять лет. Работает в семье в моей только муж. Зарплата у него небольшая. И есть небольшие доплаты. То есть фактически мы перебиваемся с копейки на копейку. Считаем, ну буквально каждый рублик. Я считаю, что в принципе пока у нас не будет исправлена ситуация с рождаемостью и поддержкой многодетных семей, никак ли демографическая ситуация у нас в области не улучшится. Скажите, пожалуйста, как управление помогает многодетным семьям? Может быть есть какие-то специальные программы? Или, ну я не знаю, может быть какие-то меры поддержки, о которых мы, ну простые смертные, просто не знаем. То есть, Светлана Светлана, ну звонок сорвался, но я думаю вопрос ясен, да? То есть, пожалуйста. Конечно. Меры поддержки вот для многодетных семей. Для многодетных семей. Вы знаете, дело в том, что многодетная семья в Белгородской области как бы это особая категория. И вот конкретно для этой категории предусмотрены различные варианты мер государственной поддержки. Начиная от пособий, да, которые именно для этой категории. И плюс еще ко всему вопрос, который волнует многодетные семьи. Это же личный вопрос, самый важный. Не только многодетные семьи, но и вообще любые семьи, в которых имеют, особенно в которых имеются дети. И вот что касается поддержки именно категории многодетных семей. На территории Белгородской области вот успешно как бы реализуется программа. В соответствии с постановлением номер 71 у нас для многодетных семей фондом индивидуального жилищного строительства имеется возможность предоставления льготного кредитования для строительства индивидуального собственного дома. Причем условия кредитования на 17 лет под 5% годовых. Причем предусмотрена отсрочка платежа по основному долгу либо по процентам на 2 года. Поэтому, естественно, это возможность для многодетной семьи, во-первых, улучшить свои жилищные условия. Во-вторых, не так затратно для семьи, имеется в виду, вот говорила обратившаяся, что действительно доход невысок. Но, тем не менее, на сегодняшний день у нас порядка 300 семей уже воспользовались этой программой, улучшили свои жилищные условия, взяли займы и так далее. Ну, хорошо, это первый вопрос. То есть, как бы, помогаете со взятием кредитов, с люботным кредит многодетным. А вот пособия на детей? Вот что хотелось бы сказать, да, о существующих и о вновь введенных пособиях. Ну, во-первых, в дополнение к существующим, которые установлены социальным кодексом для многодетных семей пособия, я хотела бы отметить новое, да, то, о чем, может быть, еще не знают наши многодетные семьи. Это введение регионального материнского капитала. Это для семей, в которых рождаются третий и последующие дети. То есть он будет выплачиваться только в Белгородской области, только многодетным родителям. Региональный капитал. Хорошая новость. Что касается размера материнского капитала регионального, на сегодняшний день эта сумма 52 тысячи рублей. Направление расходования этой суммы те же практически, что и в федеральном. При выплате федерального материнского капитала основное расходование – это улучшение жилищных условий. Причем там и на строительство, и на капитальный ремонт, и, ну, то есть вот такие бытовые нужды. Ну, предусмотрен ремонт, да? То есть если у федералов не предусмотрен ремонт, только улучшение жилищных условий, то в региональном материнском капитале можно взять эти деньги и просто отремонтировать свой дом. Ну, хочу заметить, взять деньги – понятие разное. А, то есть наличными нет. Наличными эти денежные средства многодетная семья взять не может. Это оплата по безналичной форме. Хорошо. Мама, которая вот три года сидит в декрете с ребеночком, у нее трое детей. Что она получает? Какие деньги? Опять же новое пособие введенное. Новое пособие, хорошо. Многодетным семьям, то есть при рождении третьего ребенка и до достижения ребенком возраста трех лет. Если предыдущее пособие, мы с вами знаем, до полутора лет, теперь для многодетной категории этот срок продляется до трех лет, пока ребеночку исполнится три года. И на сегодняшний день размер этого пособия ежемесячного составляет 5212 рублей. То есть это особая льгота для этой категории. Уже сейчас я могу сказать, что наш родительский всеобуч уже получился. То есть мы узнали две хорошие новости. Это о том, что с 1 января 2013 года вводится региональный материнский капитал и то, что мамы многодетные могут сидеть с детьми до трех лет и получать там более 5000 ежемесячно на ребенка детского пособия. Абсолютно верно. Светлана Александровна, посмотрите, пожалуйста. У нас вот на сайте развернулась целая дискуссия в преддверии записи программы. Началась она с того, что как только мы запустили анонс, стали появляться вопросы, что, мол, опять будете уговаривать рожать, а не делать аборты. И вот здесь целая дискуссия. А вот действительно, что в области делается для того, чтобы еще нерожденные дети появились на свет? Вы знаете, Елена, эта проблема действительно очень важнейшая. Почему? Потому что она уже давно вышла из ряда медицинской. Это острейшая социальная проблема. Женщина не просто так приходит в медицинское учреждение и задает вопрос о том, чтобы прервать беременность. С женщиной что-то случается в жизни. То есть женщина оказывается в трудной жизненной ситуации, и только тогда женщина природой, самой природой, которой предусмотрено рождение детей, только тогда она идет на этот шаг. Поэтому наша задача именно в эту трудную минуту протянуть женщине руку и оказаться рядом, и помочь. Где-то, может быть, даже эти проблемы не столько материального характера. Иногда женщине достаточно обыкновенный вопрос простого человеческого участия. И ярким примером вот такого межведомственного взаимодействия и работников медицинских, и органов социальной защиты населения, и представителей православия. Также у нас общественные организации привлекались. Это наш социальный проект «Ничьих детей не бывает». Сейчас уже можно говорить о результате. Да, результаты каковы? Год длился этот проект. И в течение года у нас сохранено более тысячи беременностей. И на сегодняшний день уже родилось 260 детей, малышей наших, которых могло бы не быть. Еще одна хорошая новость. Каждая сохраненная жизнь, она дорогого стоит. И поэтому мы все вместе поняли, что этот проект, да, действительно он актуален, и что многие женщины все-таки получили помощь и оставили самое святое – жизнь ребенка. Спасибо, Светлана Александровна. Я напоминаю телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Режиссеры меня поправили, я что-то сказала, наверное, не так. То есть мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 58-44-00. Это значит, что набрав этот номер телефона, вы можете задать вопрос нашей гости и получить компетентный ответ.